Вы потеряете свою награду посредством этого невежды. Животные боятся этого, но два мира, людей и джиннов, полностью находятся в беспечности. И поэтому тот, кто подходит к вам, говорит «Саламу алейкум» или «Сколько время?» Полный игнор. Полностью игнорируйте. Хвала Аллаху Субханаху Ата'аля, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду Салаллаху Алейхи Васалям, а затем всем, кто последовали за ним до Судного Дня. Вот те, которые уверовали. Бойте же Аллаха Субханаху Ата'аля должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правду, говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он преуспеет великим преуспеянием. Вот те, которые уверовали. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля предписал верующим пятничную молитву. Предписал пятничную молитву. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля сделал пятничный день лучшим днем из всех дней недели. Лучшим днем для верующих. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля выбрал этот день, так как он лучше, он у Аллаха лучше. И у нас он самый лучший. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля говорит, «Барда, овз بالله, من الشيطан الرجим. «Я أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Всевышний Аллах говорит, «Я أيها الذين آمنوا إذا نوديا لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله». Вот те, которые уверовали, когда призываются к молитве в пятничный день, призываются к молитве, означает, вы слышите азан, и зовут на пятничную молитву. الله говорит, стремитесь, спешите к поминанию Аллаха и оставьте вашу торговлю. Это является для вас лучшим, если бы вы это знали. А когда же пятничная молитва закончится, то расходитесь по земле Аллаха и желайте, стремитесь приобрести милость Аллаха и поминайте Аллаха много, возможно, вы преуспеете. Вот те, которые уверовали, данный аят в Куране из суры Джума является прямым указанием того, что Джума является обязательным для мужчин. Это говорит о том, что этот день является особым для верующих. Всевышний Аллах говорит, стремитесь к молитве и оставьте торговлю. Всевышний Аллах упомянул торговлю, потому что торговля зачастую отвлекает человека от молитвы. Это говорит о том, что любую работу, любую деятельность верующий должен оставить. Всевышний Аллах говорит в этом для вас благо, если бы вы знали. Когда Всевышний Аллах говорит в этом контексте милость Аллаха и награду знает лишь только Аллах. Но кто же может сомневаться в щедрости и в милости Аллаха? Этот аят указывает на то, что торговля во время пятничной молитвы является запретной. И сделка, совершенная в этот момент, в это время, является недействительной. И поэтому, если верующий пришел на пятничную молитву, даже внизу купил кофе, в то время, когда имам вышел и читает проповедь, сделка является запретной. И она является недозволенной и недействительной. Что означает недействительной? Означает, что он подобно тому, что он украл эту еду, это кофе, оно запретно для него. Также тот, который продал, он ослушался Аллаха, его посланника, как будто бы он продал запретное. И поэтому часто возле мечети, когда продают еду различную, ты видишь, как мусульмане стоят, едят или покупают еду в то время, когда уже имам вышел на мимбар. Это является запретным. Пятница должен быть особый день в жизни мусульманина. Аллах Субханахуа Та'аля говорит, а если молитва закончится, расходитесь после молитвы по земле Аллаха и ищите Его милость. Означает, торгуйте, покупайте, приобретайте. И поэтому часто люди задают вопрос, можно ли работать в пятницу? Работать в пятницу дозволяется для мужчин и женщин. Но во время пятничной молитвы, проповеди и намаза запрещается работать мужчинам. Не продавать, не покупать. И любая другая работа становится запретным для него. Ведь в это время самым важным для него является пятничная молитва. Посланник Аллаха в хадисе, который передает Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям сказал, лучший день, в котором вышло солнце или лучший день, в котором выходит солнце, это пятница. В этот день был создан Адам алейхи вассалям, отец всего человечества. В этот день Аллах ввел его в рай. И в этот день он был выведен из рая. У Аллаха субханаху алейхи вассалям этот день особый. И поэтому Всевышний Аллах величайшие величайшие события делал по своей милости именно в этот день. Это говорит о том, что этот день особый у Аллаха и он должен быть особым у мусульманина. посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям в хадисе сказал, также хадис передает Абу Хурейра ради Аллаху нет того дня, в котором бы не вставало солнце и не садилось солнце лучше, чем пятница. И нет ни одного животного на земле, которое бы не сотрагалось в пятницу и не страшилось и не испытывало страх кроме двух творений людей и джиннов. Почему они страшатся и содрогаются в пятницу? Потому что судный день начнется в пятницу. Животные боятся этого, но два мира людей и джиннов полностью находятся в беспечности. Для них этот день проходит как обычный день и порой он не является для них напоминанием о конце, о начале судного дня. Посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям в хадисе, который передает Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума, посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям сказал, пятница это день праздника для верующих. Аллах сделал пятницу праздником для верующих. И тот, кто приходит на пятничную молитву, то пусть возьмет полное омовение. Это сунна посланника Аллаха салаллаху алейхиусалям. С чего у верующего должен начинаться пятничный день? Первое, мы понимаем, что пятница особый день недели у Аллаха и у нас мусульман. этот день лучше других дней в неделю. Это лучший день, в котором взошло солнце. в этот день предписана пятничная молитва. Так с чего же должен начинаться этот день у верующего? Если это лучший день, тогда он не должен быть похож на другие дни. Этот день чем-то должен отличиться. И существует сунна посланника Аллаха салаллаху алейхиусалям, который он выполнял и побуждал. Одна из первых его сунн, либо же одно из его побуждений первых является это гусуль. Это полное омовение. Посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям в одном хадисе сказал, гусуль пятницы является обязательным для каждого совершеннолетнего. Купаться в пятницу является сунна, но она является для него более обязательной, если от него есть неприятный запах. Однажды посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям давал проповедь. Мечеть порока Мухаммада салаллаху алейхиусалям была известна тем, что его потолок был низким. И когда посланник Аллаха салаллаху поднимался на мимбар, он был у самой высоты помещения. Арабы раньше носили плащи из шерсти, даже летом. потому что когда человек в нем потеет, во-первых, толстая ткань защищает от солнца, во-вторых, если человек в ней спотеет и подует ветерок, он испытывает прохладу. Но это говорит о том, что человек постоянно потеет, а если он потеет, от него исходит неприятный запах. И когда люди зашли и сидели в мечети посланника Аллаха салаллаху наверху этот запах слышно сильнее, чем внизу. Тогда он остановил проповедь и сказал о те, которые уверовали, купайтесь каждую пятницу, используйте благовоние. Это сунна посланника Аллаха салаллаху 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 брать гусль джума Если у человека нету, если он джунуб, если у него нет полного омовения, тогда он может объединить два гусля в один гусль, взять полное омовение от джунуба и оно заменит пятничное полное омовение. Но если у человека есть полное омовение, то сунна является утром, не вечером, а утром после фаджра. взять полное омовение. Посланник Аллаха салаллаху в хадисе, который передает Абу Саид и Абу Хурейра посланник Аллаха салаллаху сказал, тот, кто искупается, возьмет полное омовение в пятницу, а затем использует сивак. Сивак это щетка из дерева о рак, который всегда чистил посланник Аллаха салаллаху салаллаху салам ею свои зубы. Это сунна. Часто люди пренебрегают этой сунны и считают, если они почистили зубной щеткой, этого достаточно. Да, для ротовой полости. Но что касается награды, то посланник Аллаха салаллаху салам использовал сивак перед каждым омовением, использовал сивак перед каждой молитвой. И он сказал, если бы я не видел затруднения в этом, то я бы сделал использование сивака фардом, ваджибом для каждого молящегося и берущего омовения. И поэтому сунны является утром взять полное омовение и использовать сивак. А затем использовать благовоние у кого есть оно дома, посланник Аллаха салаллаху салам говорит. То есть использовать благовоние. Это могут быть духи, миск и тому подобное. А затем если человек оденет чистую одежду, самую чистую одежду, которая есть или самую лучшую одежду, и поэтому часто праведные предшественники оставляли пятничную одежду подобно праздничной. Они говорили это моя пятничная одежда. Они ее не носили в будний день, они ее оставляли как пятничную. Так они воспринимали этот день как праздничный. Лучший цвет одеяния это белый, потому что пророк Мухаммад салаллаху салам любил белый. И поэтому если человек имеет возможность одевать белую рубашку белого цвета одеяния это лучше. И особенно в пятницу, если он придет в пятницу в новой одежде, если у него нет новой, но та, которая является у него самой лучшей. Далее посланник Аллаха салаллаху салам говорит, а затем этот человек придет в мечеть. И зайдя в мечеть, он не будет расталкивать людей. Это говорит о том, что тот, кто желает сидеть в первых рядах, и мы знаем из сунной посланника Аллаха салаллаху салам, лучший ряд мужчин это первый. И самый худший это последний. Худший не то, что он плохой, потому, что первый ряд получает награду. Последний ряд самый последний получает награду. Посланник Аллаха салаллаху салам говорит, а затем зайдя в мечеть, он не будет расталкивать людей, придя последним, пробираясь в первый ряд и двигая людей, тем самым мешая этому. Однажды посланник Аллаха салаллаху салам давал проповедь. Один человек пришел поздно и расталкивал людей и пробирался в первые ряды. Посланник Аллаха салаллаху салам сказал ему, сядь уже ты, ты уже достаточно принес вреда людям. И поэтому сунный посланник Аллаха салаллаху салам является, если прийти в пятницу, то садиться у первых рядов. А если опоздал сидеть там, где есть место, и не пробираться в первые ряды, тем самым мешая людям. За исключением, если в этих рядах есть места. Далее посланник Аллаха салаллаху салам говорит, а затем совершит два раката молитвы, либо же что он пожелает из молитвы. Затем после этого он замолчит, когда выйдет имам. То есть не будет разговаривать во время проповеди имама. И поэтому любые разговоры во время того, когда имам дает проповедь, является запретным. Посланник Аллаха салаллаху алейхи с теми, кто рядом. Это нельзя делать это. Если зашел в мечеть, заходишь молча, находишь место, где никому не мешаешь. Читаешь приветствие два раката и садишься и молчишь. Садишь, молчишь, сидишь, молчишь, когда вышел имам. Если до поднятия имама на мимбар, разговаривать, общаться дозволяется. Но если имам встал на мимбар и поприветствовал верующих, это означает, что проповедь началась. В этот момент даже на приветствие отвечать запрещается. И поэтому тот, кто подходит к вам, говорит саламу алейкум или сколько время, полный игнор. Полностью игнорируйте, потому что вы потеряете свою награду посредством этого невежды. Далее посланник Аллаха салаллаху говорит, и он будет молчать до тех пор, пока не закончится молитва, то его награда, награда этого человека будет прощение его грехов за всю неделю до предыдущей, до прошлого джума. Все грехи, которые он совершил от джума до джума, ему будут они прощены. И поэтому мы видим в хадисе посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям ясно указал на сунну пятничного дня. Сунной является это гусуль, взять полное омовение, одеть лучшее одеяние, использовать благовоние. Использование благовония является только для мужчин. Для женщин использование благовония на улице является запретным. посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям сказал, любая женщина, которая использует благовоние, тем самым будет привлекать взоры или лица мужчин, то она преливодейка. И поэтому женщинам дозволяется использовать благовоние, но в своих домах и не выходить на улицу используя благовоние, а тем более приходя в мечеть. Посещение женщин пятничной проповеди является дозволенной, не является запретной. Но как посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям сказал, их молитва лучше, лучшая молитва это молитва их дома. Сунный посланник Аллаха салаллаху ассалям является гусль, является использование благовония чистой одежды. Затем рано выбраться и пойти в мечеть. Рано. Тот, кто пришел в первое время, то награду получит, как будто бы он зарезал верблюда Курбан Аллаху. Тот, кто придет во второе время, как будто бы он зарезал корову. Тот, кто придет в третье время, как будто бы он принес жертву Аллаху барана. Если он придет в четвертое время, как будто бы он зарезал курицу или петуха, а тот, кто придет в пятое время, яйцо. И поэтому часто люди говорят, я пойду на джума и подразумевает в своем подсознании приду, когда имам уже встанет на мембар, я его услышу со двора. А во дворе пока пообщаюсь о делах. А он пришел рано. И он теряет награду курбана в этот момент. Ладно, я понимаю, если бы этот человек был занят на работе, и он не может рано выбраться, и он приходит, тогда он лишается этого курбана. Но если ты пришел рано, не стой на улице, не распивай напитки или кофе и тому подобное. Не общайся, пообщайся после джума, поднимись в мечеть, сядь и поминай Аллаха. Сунный посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям, является чтение суры Аль-Кахф в пятницу. И посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям, в хадисе, который передает Абу Саид, посланник Аллаху алейхиусалям, посланник Аллаху алейхиусалям, тот, кто прочитает сур Аль-Кахф в пятницу, то Аллах, субханаху алейхиусалям, осветит ему из света, даст ему нур, свет, между двумя пятницами. То есть, означает, до следующей пятницы этот человек будет ходить суром Аллаха, субханаху алейхиусалям. Награда у Аллаха велика. И поэтому, знайте, изучайте сунну посланника Аллаха, салаллаху алейхиусалям, и практикуйте ее. Ведь самое лучшее это знание и практика. Просите у Аллаха прощения, и тем прощающим, милосердимы. В пятницу есть час, о котором сообщил посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям, в который Аллах, субханаху ата'аля, принимает дуа человека. В хадисе, который передает Джабир, посланник Аллаха, салаллаху алейхиусалям, сказал, в пятницу есть час. Если он совпадет с дуа человека, с его мольбой, то Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, обязательно ему даст его. И ожидайте этого времени, права Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, говорит, после Асра. После полуденной молитвы. И поэтому это, между Асрем и Магрибом, в это время есть час. И ученые, толкующие данный хадис, говорят, что большая вероятность того, что это последний час времени Асра. это то время, когда Аллах принимает дуа, принимает мольбу человека. И человек должен стремиться это время использовать должным образом, взывать к Аллаху и молить Его. Также сунный посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям, является делать дуа и салават за пророка как можно больше в пятницу. Посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям, в хадисе, который передает Анас, рада Аллаху альхиусалям, он сказал, много делайте за меня салаваты, то есть, просите у Аллаха за меня благословения. Говорите, салаллахумма салля аля на вина Мухаммад, просите у Аллаха для меня благословения много. В пятницу и в ночь пятницы тот же, кто будет просить у Аллаха за меня благословения, Аллах субханаху ата'аля благословит его в 10 раз больше. Это сунный посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям, когда сподвижники говорили о посланнике Аллаха, когда он сказал, просите у Аллаха за меня благословение и оно дойдет до меня. Они сказали, а если ты будешь уже мертвым, тогда посланник Аллаха салаллаху алейхиусалям сказал, Аллах все равно доведет ваше благословение до меня. И тогда сподвижники сказали, как же это у посланника Аллаха? Рок Мухаммад салаллаху алейхиусалям сказал, поистине Аллах запретил тела пророков пожирать земле. Тела пророков, они не разлагаются. И поэтому дуа за послание к Аллаху в этот день является сунной. И верующий часто должен поминать Аллаха и делать дуа за пророка Мухаммада. Что же касается тех, которые пропускают молитву. Пропускают пятничную молитву. Пропускание пятничной молитвы без причины является запретным. Посланник Аллаха сказал, кто трижды пропустит молитву, то Аллах запечатает его сердце. Его сердце станет черством. Это указывает на большой грех человека в оставлении пятничной молитвы. Пятничная молитва является фардом, является обязанностью. И поэтому все дела, вся торговля должна в этот день перенестись. Либо после пятницы, пятничной молитвы, либо же завершена допятничной молитвы. Для того, чтобы человека ничто не отвлекало в этот день. Вот те, которые уверовали. Аллах, субханаху ата'аля, милости в к нам. Милость Аллаха, субханаху ата'аля, велика. И Аллах указал на множество путей достижения его рая. И одним из этих, из этой милости является джума. Пусть этот день будет самым великим днем среди недели для каждого из нас. Пусть этот день будет на самом деле праздником для нас. И чтобы мы в этот день часто поминали Аллаха, ради Аллаха оставляли торговлю и не опаздывали на пятничные молитвы, не пропускали ее. Ведь благодаря этому наши сердца живут. Если верующий не приходит на джума'а и не слушает проповедь, то его сердце в течение недели остывает, остывает до тех пор, пока оно не станет черствым. Я прошу Аллаха, субханаху ата'аля, простить нам наши грехи явные и тайные. Я прошу Аллаха, субханаху ата'аля, научить нас нашей религии и дать нам правильного понимания. Субтитры создавал DimaTorzok